Здравствуйте, ребята! Как проходит обучение? Сейчас конкретно покажу фрагмент. Два месяца мы разбираем, как писать свой код. Учитывая, что мы прошли функции, прошли функции нескольких языков, но это пока все сыро. И вот, начиная с августа, я поставил три вопроса. Итак, на тот период уже мы зацепили документацию, но пока здесь был полный завал. Что в моей голове? В моей голове следующее. Получить конкретные ответы. Итак, три. Блок вопросов данный состоит где-то примерно из 20 вопросов. Я выбираю первых три. Объект, что это такое, с чего нужно изучать изучение классов и объект первого класса. На тот момент это восьмой месяц. Наконец-то на первый вопрос, что такое объект, мы добиваемся результата через месяц, в сентябре. Сначала посмотрим, как шло. Иными словами, смотрите. На объект первого класса мы получаем ответ от данного человека. Имя я не называю, просто ситуация однозначная. То есть, ответ неверный. Да, все это можно, но здесь нет ответа на вопрос, как это все работает. То есть, понимания нет. Мы не можем ответить на вопрос, в данном случае берем самый частый пример, почему я взял объект первого класса, потому что ни одна страница кода без этого не обойдется. Ответ на этот вопрос JS в карман сразу. Вот в данном случае, определение этой строки нам должно дать понимание, как мы будем писать свой код. Но смотрите, какая интересная ситуация получается. Ситуация получается следующая. Ответ на вопрос объект на тот момент является полной чушью. Иными словами, тоже обычная переписка. Что такое элемент языка, обладающий методами свойствами и так далее. Иными словами, обычная чушь. Что я хочу добиться от человека? Я хочу добиться, что он будет подразумевать, когда будет смотреть на любую строчку кода. То есть, мне не важно определение объекта первого класса. Мне важно понять, чтобы он четко сказал, я вижу объект, а подразумеваю раз-два. И как будет происходить в момент принятия решения на написание своего кода. Должно быть вполне очевидно, что код будет писаться как атрибуты. Что мы легко и видим в документации. И действительно, да? Вопрос. Но ведь нам надо понять, почему именно так? Почему это возможно? Теперь давайте посмотрим перечень вопросов. Каждое задание я даю примерно в одном и том же ключе. У меня всегда три вопроса. Как проверить кодик, как проверить выключения, исключения и так далее. Итак, примерно месяц это шесть заданий, которые нас ведут. К чему нас приводят в задание. В процессе мы плывем. Но пока ответа нет. Для того, чтобы получить ясность в данном вопросе, я прибегаю к тому, что посылаю человека залезть в C++. Зачем? Потому что Python, как Go, как JS, это C-подобный язык. Мне надо, чтобы человек мог представить объект реально, а не так, что... Но меня интересует не объект. Меня интересует, чтобы он мог представить ссылку на объект. После того, как мы разбираемся с C++ с одним фрагментом, через месяц изнурительного труда я получаю то, что хотел увидеть. Объект это тип значения. Вот теперь стало. Теперь, когда человек смотрит на код, для него объект перестал быть обычным словом. Подразумевая под вот этим ключевым словом объект, он в первую очередь подразумевает тип. То есть, а что я смогу с этим делать? И какое это будет иметь значение? И мы видим простой код с четким пониманием, как это все работает. Вот стало. Но стал только первый пункт. Еще чего я добивался от данного ученика, это включить понимание ссылки. Опять же, нам пришлось именно поработать с C++ для того, чтобы понять это в Python. Когда вы передаете аргумент функции, вы передаете ссылку на объекты, а не сами объекты. Иными словами, здесь нам понадобился JS, понадобился Python, несколько языков, и понадобился C++, чтобы понять простую вещь. Зачем же мы все это делали? Что я делаю дальше? Дальше я напоминаю данному ученику, что здесь должно быть около 20 пунктов, но мы взяли 3 пока. Наша цель написать свой код. Обратите внимание, я вам сказал, что функции мы прошли, знаем в разных языках. Но нам надо принятие решения. Сначала, когда мы ответили на 3 вопроса, все это было 1 вода, наконец-то мы добились, что такое объект. Я сказал, в данный момент понимание объекта на тройку. Из-за чего? Что появилось понятие ссылка. Почему? Потому что это определяющее понятие. Для того, чтобы это понять, например, можно взять вот эту статью, я иногда привожу. Человек работал инженером, он приглашает на работу человека и пишет вот такой код. При этом дальше он говорит, слушай, мы оказались вдвоем неправы. Когда я написал такой код, оказалось, что я и тот человек, который пришел на работу, мы ничего не понимали между атрибутами класса и атрибутами экземпляра. Обратите внимание, во всем тексте мы не найдем слова ссылка. Оно и сейчас у него отсутствует. То есть, ставить вопрос правильного изучения классов, который надо было поставить лет 15 назад, вот ситуация. Я понимаю такой код написать человеку, который приходит встраиваться на работу, и если бы он пришел, сказал, ой, это же чушь. Это чушь. В данном случае написал этот код, он сначала ожидал, что экземпляр будет принимать разные значения. Сейчас новичкам не важно слушать. Важно, что этот код сразу понятен. Но я не о том хочу сказать сейчас. Ссылки нет нигде в тексте. И сейчас нет. Иными словами, ничего не поняли. Написали просто в аду. Человек копирует код. Вот поэтому я добивался вот этого. Смотрите, на практике человек, который пишет. Я беру любой фрагмент. Атрибут класса. Ссылается на экземпляр класса, там, money to money в качестве. Создается ссылка на экземпляр класса. То есть, такой ситуации никогда не будет. В данном случае. Почему? Потому что изучение было правильным. И оно неминуемо приведет к тому, что ссылка станет на первое место. Тем не менее, я копирую вопросы, которые были еще месяц назад. Пока я оставляю изучение классов. С чего надо начать? Потому что начать изучение классов надо с двух вещей, которые как раз порекомендовал. Квидовам Росум. Они есть на сайте. Да, я их не назову. И, но, нельзя изучить классы, изучить правильно, если не ответить на первый вопрос. Мы на него наконец-то ответили, осознанно показали в коде, и видно, что поняли. При этом у нас появилось три составляющих, которые мы начинаем видеть. Сейчас пока с классами я тормозну. Но, тем не менее, я опять ставлю вопрос объект первого класса. То есть, я говорю, вот ваш ответ. Это все правильно. Это переписка в интернет. Можно сделать так. А у меня вопрос другой. А почему можно сделать так? Для этого надо ответить на вопрос, как это работает. Я дал подсказки. Да, дал подсказки. Но, это уже другая история. Тот, кто хочет заниматься серьезно, и чтобы у него получилось, spb-tut.ru Нажимаем индивидуально, либо нажимаем индивидуально. Разные планы, разные цены. Научиться сможете и писать по документации и исходному коду. Ну и закончу. Вы же не забыли, что это всего лишь вывеска, да? Что до этого мы много изучили. Заметили, о типах ничего не говорится. Правильно. Я вижу, что он начинает использовать. Моя задача не дать типы, как это делается, а прийти к ним. Это довольно сложно. Но, тем не менее, с каждым шагом приближается. Потому что я держу в голове и наблюдаю постоянно, что он где-то начал использовать там метод какой-то, где-то объясняет. Иными словами, пока в данном случае данный парень плывет к типам, но плывет под четким контролем. Почему? Типы по системе, которую я даю, изучаются в три этапа. Первый этап, который у него пройден еще до меня, то есть знакомство некое, да? Когда тип воспринимается как некие кавычки, скобочки и так далее. Дальше, когда мы проходили функции, человек начинает использовать типы в функциях, но при этом я даю задание, но опять молчу. Вижу, не пришел. А вот когда мы перейдем к классам, тогда я скажу, вот сейчас мы осознанно займемся типами. Будет какая-то структура у него в голове, да? И мы отработаем то, что надо. На самом деле все будет просто. Но я должен понимать, что он к этому подошел. Подошел через эти вопросы. Теперь, если вы не забыли, то я сказал, здесь около 20 вопросов. Ну, в зависимости от ученика, да, от его знаний. Будем говорить так. У меня получалось от 15, там, до 25 вопросов. Вопросы, которые должны нам дать ответить, как принять решение написания собственного кода на основе документации исходного кода. В данном случае это касается данной строки. Здесь четко понятно, что это объект первого класса. Все будет писаться через атрибуты, да, что мы и получаем. Но вопрос в том, надо понимать, почему так происходит. Тогда дело в шляпе и все по шаблону. Все просто. JS сразу в карман, мы его понимаем. И в каждом языке это будет использоваться. Теперь давайте проследим логику. На самом деле я убираю всю кучу вопросов. А мне важно получить, чтобы человек научился принимать первичное решение на написание своего кода. То есть, по сути дела, я должен добиться, чтобы он читал код, функцию он читает, да. Но теперь мне надо добиться, чтобы он принял решение на основе документации исходного кода, какой код будет писать и почему. Он, личный. Теперь давайте подумаем, что этому может препятствовать. Вот ту формулировку, вот пересмотрите видео, когда он написал, что такое объект в начале, она ничего не дает. Значит, мне надо было привести к четкому пониманию, что такое объект. Привели, написал совершенно правильно, видно, что понимает, но я говорю на троечку. Почему? Потому что все это будет вылазить еще в атрибутах, во всем, да, то есть осознаваться. Берем самую частую ситуацию объекта первого класса, при этом меня мало интересуют вот эти вещи, то есть меня интересует, почему это работает именно так. Только тогда я смогу от человека добиться, почему он будет писать такой код, и как это будет работать, да. Я дал сейчас задание. Теперь обратите внимание, когда мы работали с самим объектом, ведь мне самое важное было получить ссылку. Почему? Потому что, чтобы не получить такой ситуации, когда через лет 15 ссылка отсутствует. То есть, иными словами, заходя в любой язык, допустим, JS, мы даже не зададим вопрос, мы будем менять значение, или работать по ссылке, и, в принципе, опять получается копирование в языке, то есть никакого понимания. Когда мы вот этот почву подготовили, нам еще рано переходить к классам, но без этого мы не могли перейти к классам, так как те пункты, которых два всего, с чего надо изучать, начать изучение классов, которые перечислилки видовом расам, и которые являются основными строительными блоками классов, это не ини, это не вся хрена, совсем другое. Но нам для этого надо было понимание ссылки. Почему? Потому что без этого ничего не получится. С другой стороны, мне надо сейчас добиться, чтобы человек начал писать свой осознанный первый код. Конечно же, это проще сейчас добиться, чтобы взять самую частую ситуацию, и при этом засунуть ему в карман JS, чтобы он начал с ним работать. Почему? Потому что там он будет ловить значение, а в данном случае этот человек не будет ловить, он будет точно знать, где оно. Объект первого класса. Мне надо добиться, чтобы он рассказал, как это работает, и показал на разных языках. При этом все приготовления я сделал. Дал наводящие вопросы, дал языки, все. Теперь осталось только написать. За эти несколько месяцев, изучая Python, нам пришлось столкнуться, чтобы начать понимать. С Python, раз. C++, два. Я сразу сказал. Не надо, никто не заставляет сейчас писать на C++. Но, некоторые вещи надо понять. Почему? Потому что Python, JS и другие языки C подобные. Нам надо понимать эту подобность, и то есть формулировка, которая будет в C++, она будет точно соответствовать Python. Но в C++ нам надо приписать каждую вещичку, и это легко. И легко увидеть и понять. Например, ту же ссылку. А в Python тогда мы четко можем понять, что происходит, и как этим думать. То есть, смотрите. Смысл в том, что для большинства людей слово «объект» – это просто слово. И больше ничего. Здесь я добился того, что объект стал то, что мы подразумеваем. В данном случае парень ответил, да? И показал. Теперь, оказывается, он написал, я понимаю, что важно, что мы подразумеваем под объектом. То есть, что тип, что мы сможем делать, какое значение имеет. Наконец-то я понял. Правильно, важно не сказать слово «объект», а что мы подразумеваем, что мы будем делать с этой строкой. В данном случае, опять же, я повторяюсь, я преследую цель, чтобы человек написал первый код свой с головы. Для этого я беру самый частый вариант – это объект первого класса. Обратите внимание, примерно месяц, да, мы это бьем. И пока я не получаю результат, который должен соответствовать стандарту, то есть, что такое объект – это стандарт, да, языка C++, который мы переносим на Python, который будет JS, то есть, он отцепился от языка. Теперь во всех языках объект для него будет одно и то же, без всяких домыслов. То есть, стандарта добиваемся. Три вещи стандарта стоит. Как выглядит, как проверить в коде, как проверить в исключениях. Три вещи я всегда спрашиваю. Так вот, мы столкнулись с Solidity, Loa, GS, Python, C++. Когда мы какую-то вещь видим во всех языках, вот мы ее начинаем видеть. И язык перестает иметь значение, и база становится на место. В этом весь смысл моего изучения. Поэтому я говорю, порядок и подход имеют огромное значение. Вот именно так, мастерски, шаг за шагом, кропотливо, терпеливо, я добиваюсь стандарта. А стандарт является очень простым. Если то, что является базой, а все языки, которые современные, и сиподобные, то есть база будет работать одинаково во всех языках. Я вижу во всех языках это работает, значит, это правильный пункт. И его не надо учить. Его не надо запоминать. Он просто виден. Переходим spb-tut.ru Самый такой план, который бы я рекомендовал, это план ускоренное движение вверх. Четыре консультации в месяц. То есть, задание есть, делаем неделю. Задание есть, делаем неделю. Шаг за шагом, добиваемся того, добиваемся трех вещей. Вещь первая. Чтение кода. Никак без чтения кода мы не начнем писать. Чтение документации. И третий пункт. На основе исходного кода и документации пишем свой собственный код. Всего три вещи. Вот этот план, он идеальный. Что для этого надо? Для этого надо еще набраться, принять решение для себя, что я буду заниматься. Это трудно, ребята. Это трудно. Не в том смысле, что трудно. Данного человека занятие по 300, по 200 строк занятия. Я считаю и с исключениями, и с комментариями. Но он следует всем, ну, всем требованиям, которые я даю. То есть, все проописывать, чтобы видно было, что человек понимает. И это он действительно сам осознает. Я вам показываю, как он думал раньше, как сейчас думает. Вот почему получается. А заниматься просто. Здесь не имеет значения. Вот я буду сидеть 8 часов в день, и я буду программировать. Не будете. Не будете. Хоть 15 сидите. Вы можете посидеть 6 дней по 15 минут. Но, если вы разберете нужные вещи, вот в чем проблема. людей. Я запутался в изучении языка, не знаю, что делать. У меня куча каши. В данном случае я показал, для того, чтобы прийти к классам, минимум, который надо знать, чтобы принять решение. Да? Здесь важен подход и порядок. Вот это и есть важность, ценность моей системы обучения, которую я даю с 15-го года. Вот что дает код писать, а не количество. И я всегда объясняю. Сложность в том, что если вы решили для себя писать код, то вы в школе, не в школе, а в индивидуальном. Я уже только работаю индивидуально, в основном. Будете писать. когда вы присылаете задание, пишите комментарии, сразу видно, что хромает. Я это поправлю. Вопрос в другом. Если вы приняли решение писать, значит, сжали себя в кулак и полгода работаем, потому что зачастую человек читает обзоры, все это класс. Python простой. Ребята, простой язык C++. На нем писать сложно, но он простой, потому что там мы прочитали, написали, прочитали, все понятно. А в Python все за кулисами. Поэтому надо четко понимать, что происходит, чтобы писать. Я вам показал, вот, пожалуйста, парни, а у них ссылки до сих пор нет. То есть вполне понятно, что ни один, ни второй не пишет и пока нет предпосылок писать. Неправильный порядок. Лет 15 назад был, да? А сейчас узнал. Хух! Оказывается, атрибуты я не знаю. Во! Боже мой! Работал начальником человек токарного цеха и говорит, через лет 15 ты знаешь, а я наконец-то понял, что то что, то металл резец, оба-на! Через 15 лет. Нет, ребята, программированию надо относиться серьезно, как любая другая профессия. Тракторист, пекарь хлеба, ученый, инженер, где требуется опыт и подход. Вот, питон простой. Найти! Питон программиста профессионал, да легче курицу зубами найти. Но профессионала пайта найти трудно. Их на пальцах можно в мире пересчитать. Кода много. так так закончу. Так вот, я говорю, рекомендую так, вот, запланировали себе там поработать, посмотрели там кино, полазили где хотите, но у меня есть задача разобраться с объектом. каждый день по 20 минут я буду с этим работать. Пока мысли мои действительно не будут понимать, и пока наконец-то я не прочитаю то, что я хочу в коде. Все стало на месте. Пошли к следующему шажку. Шаг за шагом мы приходим к тому, чтобы писать свой код. В данном случае человек будет писать. Это уже гарантированно. Не потому, что он умный, а потому, что я вижу, что он себя взял в кулак и работает. Поэтому будет. Ведь нам пришлось с объектом биться месяц, пока из формулировки общей прийти к тому, чем мы можем размышлять. То 4С вот в этой строчке кода заключен это закон, да, который заложен в тот же ЖС, который есть в каждом языке программе и в каждом коде, самый частый, на основе которого я приму решение, как писать свой код. Хотя решения могут быть и другие. хотите так? Приходите. Что со своей стороны, то что делать? Каким образом делать? Как делать? Я вас приведу. Если у вас, от вас требуется самодисциплина и сжать себя в кулак и прийти к этому. Это будет профессионально, профессионально будете читать код, профессионально работать с документацией, профессионально писать свой код. Вот это будет круто. Спасибо.